Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Вы знаете, Господь, Он никогда не обманывает, потому что Бог, Он Бог правды. Почему и называется человек, который верный Богу, он называется праведник, верный, либо праведник. Либо верующий, либо Божий человек. Есть, конечно, и безбожники, но это уже не люди. Как говорится, душа уже ушла в отпуск куда-то в другое место, а безбожники – то безбожники. Но мы сейчас не о них. Я хочу вам сказать, что ангелочки Божьи, им на сердце кладёт Бог. И поверьте мне, каждый ангелочек Божий, каждый Божий человек, Божий человек, он будет благословлён Богом в тысячекратном размере. И такую радость благословенную мне Верочка сообщила. Кстати, низкий ей поклон, это один из ангелочков Божьих. Она сказала о том, что скоро на этот свет явится благословение Божие, бриллиантик Божий. И уже Боженька, он им уже подмигнул и прошептал об этом. И, конечно же, мы будем молиться с нашей церковью, которые остались, ну, часть остались ещё. Часть уезжает, конечно, и вот недавно Зиночка из группы прославления у нас тоже покинула, уехала в Германию чудодейственным способом с маленьким ребёночком Санечкой. Вы помните, она бегала там в церкви. Вот, и Бог подмигнул Верочке, так что, Красько, поэтому я стала, открыла Библию и стала читать. Это такое вдохновение, когда вы мне пишете письма, когда вы делитесь своими какими-то даже вот такими сокровенными, сокровенными вещами, которые творит Бог вам. А ведь Он вам отвечает на ваши молитвы, а ведь Он отвечает вам на ваши добрые сердца. А Вера – это невероятно добрый человек, невероятно, просто невероятно Божий человек. И, вы знаете, она мне дала такую возможность задуматься, задуматься над чем? На том, я вам скажу, на том, кем мы являемся на самом деле и что значит быть во Христе Иисусе. Получали ли вы когда-либо ясное откровение об этом? А вот благодаря вере я получила, вот не знаю, мне прямо снизошло, я открыла Ефесянам, главу вторую с 11 по 13 стих начала читать, там написано. Итак, помните, что вы были в то время без Христа, когда-то, когда грешили, да, не имели надежды и были безбожники, то есть были без Бога. Сейчас столько людей стало безбожниками, просто море, море. В тот миг, когда они решились на кровавое месиво, они превратились в безбожников. Причём каждый, кто решился, кто оправдывает, кто месиво кровавое, это всё безбожники, безбожное бесовское племя. Вот их ещё и ещё увеличилось и прибавилось. Но, вы знаете, без Бога жить просто нельзя, просто нельзя. И вот вопрос каждый себе должен задать. Называю себя верующим, хожу в церковь, ну пусть периодически, пусть на Пасху, но кем я являюсь на самом деле во Христе Иисусе? Или я лживая от родия, называемая себя верующим? Либо, ну кто я являюсь? Вот ясное такое откровение. Вот такое, получите. И я получила. И вы знаете, оно коренным образом меняет вашу жизнь. Потому что именно в Нём, во Христе, мы воскресли из наших грехов. Именно в Нём мы посажены на небесах, чтобы Бог мог показать нам преизобильное богатство своей благодати. И я не знаю, я не знаю, как быть вот этим, вот этой вот массе, у которых душа ушла. Я хочу, чтобы она вернулась. Поэтому я говорю, просто попробуйте себе задать вопрос, кто я во Христе? Кто я? Дела мои какие? Вера без дел мертва. Потом читаю и говорю своему мужу, смотри, вера. Он говорит, и тут же провозглашаю. Вера без дел мертва. Вера. Ты представляешь? Стала искать все места Писания, где написано в Нём. В Нём, во Христе. В Нём мы воскресли из наших грехов. В Нём посажены на небесах. В Нём мы стали праведностью Бога. И если вы хотите, чтобы это откровение взорвалось в вашей душе, то начинайте исследовать те Писания, вот как я это делаю, где написано, что мы во Христе, ищите слова в Нём, ищите, и чтобы Нём было написано с большой буквы. С большой буквы. В Нём, с ним, через него, в котором, который тоже с большой буквы. Отмечайте эти слова, прочитывайте полностью стих и размышляйте над ними. До тех пор размышляйте. До тех пор, пока истина о них не опустится вовнутрь, в чреву. Знаете, как написано, из чрева потекут воды, воды живой, реки воды живой, из чрева пока не потекут, из чрева. Вот так его нужно принимать. И это станет вашим мощным оружием против сатанинской силы, которым вы сможете отражать все атаки сатаны молитвенно, духовно. А из духовно оно непременно перейдёт в физическое. Когда бес, например, попытается убедить вас в том, что вы просто грешник, что вы, ну, просто грешник, как все, вы знаете, не верьте ему, говорите, пшов вон от меня бесовское отродье. Вы не грешник, вы уже ушли от греха, раз вы стали прислушиваться к тому, что я говорю, к тому, что говорит вам Слово Божие, откройте Слово Божие и вот ищите, исследуйте Писание. Оно живое и действенное. Провозглашайте его дома Слово Божие, и это Слово Божие начнёт высвобождаться и действовать. На детей своих высвобождайте. Бог не хочет разбираться с вашими проблемами, вам скажет бес. Это чушь абсолютная. Бог хочет, чтобы вы делились, чтобы вы все свои проблемы, все свои дела отдавали ему. Вот как, знаете, вы с отцом беседуете, с любящим, с мамой, любящей своих детей, делитесь, общаетесь с ней. Вот так и он, он любящий. И в этот момент вы скажете ему, знаешь что, я был грешником, слава Богу, я был грешником, но теперь я являюсь праведностью Божией во Христе Иисусе. Бог воскресил меня и посадил на небесах с Ним, теперь я в Нём, и Он во мне. И ты не можешь вообще прикасаться ни ко мне, ни к моей семье, ни к моим родным, близким, ни к моей земле. Будьте готовы, когда в следующий раз сатана придёт к вам с сомнением, неверием и осуждением, будьте готовы отразить его атаки местами Писания, в которых говорится о том, кем вы являетесь в Иисусе, в Нём, из Него и к Нему, ибо всё из Него и к Нему. Так написано к римлянам. Посмотрите, вы обязательно победите, как только действительно узнаете, что вы в Нём. И почитайте послание к Ефесянам, глава 1, стих с 1 по 14. Почитайте, а я люблю вас, я люблю вас, родные мои, дорогие, пусть Бог благословит вас обильно во всех, во всех сферах жизни, во всех сферах жизни. Бог есть любовь, пусть окутает вас Своею, неимоверной любовью. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»